ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЕРВАЯ ПОПЫТКА В ночь с 26 на 27 апреля в 22.00 два взвода 4-го батальона спустились в долину Креста и начали продвигаться к монастырю. Операцией командовал Мардыхай Бен Пурат. Бойцы несли с собой два двухдеймовых миномета, 56 мин и взрывчатку. Было холодно. Шел дождь. Издалека слышались выстрелы. Около полуночи, когда отряд уже был в нескольких сотнях метров от монастыря, его обстреляли из пулеметов и легких минометов. Огонь не был прицельным. Один боец был ранен. Бен Пурат. Стреляли издалека. Отряд был обнаружен. Йоселе следил за происходящим из Невешаанан. Он приказал мне вернуться. Рафуль. Арабы заметили нас и стреляли в воздух. Ицхак Ашкинази. Были выстрелы. Ничего особенного. Никто не пострадал. Не было боя. Табенкин. Было ясно, что мы не успеем атаковать до рассвета. Я отменил атаку. Но есть свидетельства, которые придают событиям совсем другой оттенок. Но Амранан, сержант отделения минометной поддержки. Люди сбились в кучу. И Мотке, Бен Парад, сказал командирам взводов. Ребята, в самом деле, скажите им рассыпаться по местности. 56 минут мы выпустили в один присест. Я спрятался за скалой не от выстрелов, а от ветра и дождя. Командир отделения Игаль Наор. Минометчики получили приказ прекратить огонь, но они отстреляли все мины, как будто хотели освободиться от них. Шарон Левтов. Не было желания отходить. Если бы был приказ продолжить атаку, мы взяли бы сын Симон. Потом говорили, что это всего лишь разведка боем, чтобы выявить систему огня арабов. Мы могли бы дойти до монастыря. Конец цитаты. Свидетельства участников боя рисуют довольно типичную картину. Военная часть не хочет выполнять боевую задачу. Схема поведения довольно проста. Формально все делается в точности, согласно приказу и уставам. Разумеется, не все идет гладко. Не бывало еще в мире операций, где все шло бы гладко. Первая же подходящая трудность объявляется непреодолимой, и операция прекращается. Описание может показаться оскорбительным для пальмаха и для тех, кто верит в него, как в идола. Но мысль принадлежит никому иному, как самому Табенкину. За несколько лет до смерти он описал это явление автору и дожидал ему поэтическое в кавычках название «круговая атака». Он сказал, что сознательно применял технику «круговой атаки» – действовать по приказу, но не выполнять задания, когда приказы Ядина, Рабина или Саде оказались ему нелогичными. Примеры читатель без труда найдет в предыдущих главах. Атака 27 апреля имеет много характерных признаков «круговой атаки». Оперативный офицер 4-го батальона Эльягу Села Раанана писал, что после поражения Небе Самуэль командиры потеряли веру в боеспособность своих людей. И Галь Наор много лет спустя подвел свой личный итог атаки 27 апреля. Не было причин отказаться от атаки в ту ночь. Видимо, командиры заранее решили не атаковать монастырь. Иными словами, Ион определяет атаку как «круговую» в кавычках. Между тем, Яаков Эцион с взводом 4-го батальона проводил отвлекающую операцию. Он вошел в Катамон со стороны квартала Кирьят-Шмуэль. Бойцы заняли руины дома семьи Шагин, чтобы отвлечь на себя арабов. Сноска. Дом был взорван в одной из вылазок Лехи. Конец сноски. Берл Зильберг. Мы проверили дом. Оказалось, что он пуст. В 24.00 сообщили командиру батальона, что мы взяли цель и ждем указаний. Нам было сказано, что основные силы подходят к монастырю по долине под прикрытием дождя, тумана и оливковых деревьев. Сообщение кончалось словами. Все в порядке. В час ночи мы получили приказ открыть сильный огонь. Начали ружейный огонь. К нему присоединился трехдюймовый миномет. Ответ не заставил себя ждать. По дому прямой наводкой били викерсы, станковые пулеметы. Было уже два часа ночи, и до рассвета оставалось только несколько часов. Мы знали, что была запланирована непрерывная в кавычках операция, но мы еще никогда не участвовали в дневном бою. Мы не слышали выстрелов и обычного шума боя из района монастыря. Начали тревожиться за судьбу роты, которая вышла к монастырю, и за судьбу операции. Из штаба ни ответа ни привета. В 2.50 пришел приказ отходить. Причины отхода мы не знали. Вернулись в гимназию, откуда вечером вышли на операцию. Там сказали, что операцию отменили из опасения, что не успеют завершить ее до рассвета. Сноска. Сравни с непрерывной операцией в кавычках выше. Конец сноски. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...